Пифагор. Что приходит вам на ум, когда вы слышите это имя? Скорее всего, это. Известна теорема Пифагора, о которой мы узнали в школе и которую студенты изучают до сих пор. При упоминании Пифагора они сразу же думают об уравнении, и на этом все заканчивается. Они знают, что он якобы открыл и доказал ее, и благодаря этому могут сдать экзамены. Но кем на самом деле был Пифагор? Философом, математиком, астрологом, магом, а может великим посвященным? Что он знал еще до своего времени о тайнах вселенной? Что он узнал в древнем Египте? Какое наследие он оставил после себя? И почему большинство людей знают его только за теорему? Душа описывает круг неизбежности. Сгустившийся в последовательности одной жизни или другой. Люди видели в нем посланника из другого времени, человека, который знал ответы на многие тайны. Говорили также, что у него были целебные способности, что он практиковал магию и даже говорил на языке животных. До сих пор эксперты не могут отличить, какие из историй о Пифагоре являются правдой, а какие просто легенды. Он обладал редким умением убеждать и располагать к себе людей, подобно знаменитому графу Сен-Жермену, используя свою мудрость и адаптируя ее к каждому разговору. Определить точный год и дату его рождения сложно, потому что речь идет о древних временах. Однако исследователи определяют его рождение между 586 и 569 годами до нашей эры на острове Самос. Он вырос в богатой семье с двумя братьями и сестрами, которых воспитывали вместе с ним. И говорят, что его братья были исключительно умны, а мать была известна как самая красивая женщина на острове. На протяжении веков сложился искаженный, ложный и иллюзорный образ Пифагора, затмевающий то, кем он действительно был. Популярный образ Пифагора — это образ ученого и мастера математики. Но ранние свидетельства указывают на то, что его слава не была связана с математикой или наукой. Пифагор был известен своим древним знанием реинкарнации. Его способность практиковать древнее колдовство с использованием предметов и его репутация — это рабочий. Точно как Иисус. Из работ Аристотеля о пифагорейцах и трудов его учеников, Аристоневса и Дикоярха, у нас есть доказательства, что Пифагор ввел термин «философия». Очень интересно. Помимо остроты, ума и постоянного чтения, Пифагор проявлял интерес ко всему вокруг. Исторические записи показывают его таланты в музыке, спорте и литературе. Его способности привлекли внимание философа. Талант. Фалес, считающийся первым из семи мудрецов Греции. Фалес направил его в Древний Египет, и в возрасте 18 лет Пифагор отправился в Мемфис учиться у жрецов. Точная продолжительность его пребывания неизвестна, но там он приобрел знания и навыки, которые позже передал своим ученикам. Он преодолел многочисленные трудности и получил доступ к оккультным знаниям, став посвященным. Пифагор сочетал математику с метафизикой, геометрией, астрономией и магией. После инициации Пифагор хотел вернуться в Грецию, но началась война. Это закончилось в Вавилоне. В то время Вавилон был домом для трех духовных движений, основанное на эзотерической базе древних халдейских жрецов. Другое составляли оставшиеся маги Персии, а третье включало избранных еврейских пленников. Пифагор оставался в Вавилоне 12 лет. Существует много легенд о пребывании Пифагора в Вавилоне, и это не случайно. Хотя он был пленником, как и другие, его случай был уникальным. Сам правитель, как сообщается, даровал ему свободу, вероятно, впечатленной его знаниями и навыками. Эта версия поддерживается рассказами о том, что Пифагор взаимодействовал с вавилонскими магами, которые поделились с ним некоторыми своими секретами. Правда это или нет, остается неясным. Однако, что несомненно, так это то, что по возвращении на родину Пифагор начал усиленно заниматься мистическими тайнами и явлениями и искать единомышленников. После многих лет отсутствия он вернулся на родной Самос. Все считали его давно умершим, но он удивил их. Вместе со своей пожилой матерью он отправился в Дельфы, где провел год и был принят с уважением, как будто он был представителем какой-то тайной силы. В это время он был не просто известным ученым или математиком. Пифагор стремился открыто делиться своими знаниями, часто выступая публично перед большими толпами и приглашая заинтересованных учиться у него дома. Пифагор особенно обожал любознательных детей, которые задавали вопросы, выходящие за рамки обыденного, такие как игры или личности их родителей. В южно-итальянском городе Кротоне, бывшей греческой колонии, он основал свою известную школу. Его целью было обучать молодых людей эзотерическим знаниям, которыми он обладал. Школа служила как Академия наук и Колледж этического образования. Ее главной целью было, чтобы студенты могли получить доступ к универсальным знаниям и достичь гармонии между своей душой и сознанием Вселенной. «Величайшая наука, — говорит он, — жить счастливо». Однажды, прогуливаясь по берегу моря, он наткнулся на молодую девушку, которая собиралась прыгнуть с утеса и покончить с жизнью. Он позвал ее и спросил, почему она хочет прыгнуть. К своему ужасу он узнал в ней одну из своих учениц. Она призналась, что глубоко любит его и хочет выйти за него замуж, иначе она прыгнет из-за значительной разницы в возрасте. Принц Итода должен выбрать юность выше духовности, но девушка была непреклонна. Итак, Пифагор взял ее за руку, и они поженились. Позже у них было несколько детей. Школа была очень избирательной и сыграла важную роль в будущем развитии астрономии, математики, физики, алгебры и других дисциплин. Именно благодаря школе были открыты иррациональные числа, и Пифагор часто говорил, что числа священны. В Кротоне, как и в других местах, были дети из богатых семей, которые были ленивы и считали себя выше других. Их родители часто спрашивали, почему Пифагор принимал других детей, но не их. Он отвечал, потому что у них нет духовного ранга. Когда ему предложили деньги, он ответил, что деньги здесь не имеют значения. Знание — это овладеть им или быть им покоренным. Ваши дети не могут овладеть им. Этот подход может показаться жестким, но он позволил Пифагору отбирать только самые многообещающие молодые умы. В Пифагорейской школе предметы включали геометрию, космические науки, математику, астрономию и даже психические науки. Пифагор учил своих учеников глубоко понимать самих себя, быстро обрабатывать информацию и эффективно передавать ее другим. Пифагор считается достойным преемником Гермеса Трисмегиста. Он упростил и адаптировал учения Гермеса, сделав их доступными для обычных людей. Его миссией было передать универсальные принципы и древние знания. Однако для Масс только его теорема в геометрии остается широко запоминаемой. Те, кого Пифагор исключил из своей школы, подожгли ее. Хотя его самые верные ученики бросились его спасать, он отказался уйти, сказав, «Нет, я хочу, чтобы так было» и погиб в огне вместе со своей школой. То, что оставил Пифагор, является дополнительным доказательством того, что наши предки значительно опережали нас в понимании Вселенной, самоконтроле и стремлении к мудрости. Если кто-то спрашивает вас, что такое благополучие, ответьте, быть в гармонии с собой. В школе Пифагора вы увидите, что большинство источников утверждают, что учащиеся давали обет молчания при поступлении. Это привело к заблуждению, что они вообще не говорили. На самом деле, практика молчания хорошо известна в различных культурах и религиях. Ее часто практикуют последователи буддизма, а также христианские монахи, особенно среди более опытных. Даже сегодня есть места в мире, где практикуется молчание. Одно из таких мест – монастырь Гранд-Шартрес в юго-восточной Франции, где монахи при вступлении дают пожизненный обет молчания. В общем, эта практика широко известна, и многие считают, что Пифагор был одним из первых, кто ее практиковал. Однако ситуация немного иная. Мы знаем, что Пифагор был посвящен в Египте, где, как я лично имел возможность наблюдать, древние папирусные свитки раскрывают нечто захватывающее. Они показывают, что после прохождения суда Осириса, если покойный считался свободным от греха, его объявляли «макеру», что означает «тот, кто обладает правильной модуляцией голоса или слова». После физической смерти покойный сливался с творческим принципом к основополагающему утерянному слову «мифос». Мы также знаем, что египетские жрецы Керри Хепс, которые посвящены в тайные знания о Боге, который страдает, умирает и воскресает Осирисе, называются «перкиро», что означает «призыватели голоса». Считалось, что эти жрецы обладали способностью вдыхать жизнь в священные статуи, превращая силу в действие. Эта способность была характерна для великих магов, людей с исключительными знаниями, таких как сам Пифагор. Пифагорейцы фиванской школы утверждали, что мы не можем слышать универсальный звук гармонии сфер, потому что мы погружены в него и полностью им пронизаны. Пифагору приписывают с открытием музыкальных нот частот звука. Для пифагорейцев музыка символизировала гармонию и пропорции, тесно связанные с понятием арифмос или чисел. Пифагор описывал Вселенную в арифметических терминах, предвосхищая современную науку. Он говорил о священной математике, а не о той, что преподается сегодня. Число один символизировало первоначальный принцип «начало». Два представляли проявление. Дуальность или энергию, которая разделяется на две части, позитивную и негативную, чтобы позволить самому существованию. Иначе ее бы не существовало. Три означает восстановление равновесия в бытии. Четыре было сутью проявленной Вселенной и так далее. Вот что написал Филолай в одном из отрывков. Без этого все было бы неопределенным, темным и запутанным. Пифагорейская теория музыкальной гармонии Вселенной имеет огромное значение для так называемой гармонической науки. Эта наука изучала гармонию Вселенной и основывалась на концепции, что вся Вселенная является гармоничной структурой, управляемой природными законами, которые также могут быть восприняты через музыки. Четыре науки, включенные в гармоническую науку, были арифметика, геометрия, музыка и астрономия. В работах Платона мы находим многочисленные упоминания о вселенской гармонии, часто связанных с музыкой, которую он считал важной дисциплиной для воспитания души. Посвященный пифагореец был обязан сохранять порядок и поддерживать макро- и микрокосмические пропорции через эхимифию — сохранение утраченного мира. К сожалению, это было неправильно понято, как буквальная тишина. Сохранение не означает полное молчание. Это значит охранять гармонию и законы, которые ее определяют. Жизнь, как мы ее знаем и чувствуем, это вибрация, это энергия, это частота. Это всегда было и всегда будет. Гармоническая вибрация — это музыка, наш внутренний слух, наш внутренний голос, наше внутреннее «я», каким мы его знаем. Это одно и то же. Это наша интуиция. Эта интуиция не заперта для определенных людей, но это то, что может практиковаться каждым. Будучи более внимательными и не позволяя времени просто ускользать, мы можем улучшить его, сосредоточившись на настоящем моменте и обращая внимание на мелочи, такие как повторяющиеся цифры, синхронии, тексты песен, надписи на улицах или узоры на одежде людей. Мы можем обнаружить подсказки, предоставляемые самим источником. Информация и знания повсюду, если человек готов их увидеть и принять. Пифагор сделал вывод, что вечерняя звезда Венера является той же, что и утренняя звезда. Эта работа заложила основу для более поздних астрономов, таких как Птолемей и Иоганн Кеплер, которые сформулировали законы движения планет. Для Пифагора материальная эволюция была проявлением Бога в материи, в то время как духовная эволюция была процессом развития духовного сознания, приближающего к Богу. Или, как сказал известный философ Руми, «Я искал Бога и нашел только себя». «Я искал себя и нашел только Бога». Надеюсь, после этого эпизода, услышав имя Пифагор, вы не будете думать только о его теореме. Вместо этого, я надеюсь, что это заставит вас размышлять и ставить под сомнение все, что вам говорят как абсолютную истину. Будьте открыты к знаниям и мудрости. И прежде всего, не держите это в себе. Не закрывайтесь. Делитесь этим с окружающими. Помогите им развивать их уникальный потенциал. Для меня это было большим удовольствием. Меня зовут Стайн Валков. Всего хорошего и заботьтесь о своих умах.